добрый день дорогие коллеги надеюсь меня слышно ну начинаем сразу по работе вы наверное знаете мой стиль те кто приходит на мои мероприятия я обычно очень люблю обозначить эпоху и такие вот быть на переломных моментах цифровая революция там все время я жару нагоняю вот еще помню тот вебинар по коронавирусу и пандемии мы живем в новой реальности когда я готовил этот вебинар тоже был в таком ощущении больших сдвигов новые условия аккредитации то что определит и изменит нашу с профессиональную жизнь на много и во многом но сейчас вы видите такие сдвиги что вот это наша тема становится какой-то повседневной мелочи и уже устал я честно говоря в этих сдвигах и тектонических процессах участвовать но тем не менее надеюсь то о чем мы с вами сегодня поговорим жизнь продолжается это как раз и переживет все остальное этой будет постоянными основным ну что ж а вы наверное в курсе что с первого марта действует новые правила аккредитации то есть уже три дня прошло с этого момента и конечно сами понимаете что это очень существенно для вузовской жизни ну а мы всегда присутствуем рядом и я во первых постараюсь ту информацию которую я смог получить донести до вас и показать чем мы можем вам помочь в этих новых процессах и правил так ну кратенько о том какие новые условия сегодня ждут всех вас прежде всего наверно не все книг и на постараюсь очень быстро не погружаясь может достаточно много материала все-таки больше времени чтобы ушло на осмысление на вот нашу мою концепцию поэтому значит новые правовые акты на которых основывается изменение порядка образования это соответственно закон об образовании в нем все как было и добавленное к этому положение о государственной аккредитации образовательной деятельности утвержденное совсем недавно 14 января 22 года ну и соответственно еще одно один приказ росом надзора об утверждении форм заявлений о государственной аккредитации мы тоже детали техника которые вы будете получать в рамках вашей деятельности вот мы сегодня больше будем говорить об аккредитационных показателях именно это такой краеугольный камень на котором все видно суть изменений вот и кодовое слово для нас приказ 1094 вот еще один приказ который уверен очень сильно повлияет на нашу общую деятельность вот этот приказ один из трех касающихся утверждения аккредитационных показателей по образовательным программам высшего образования а еще существует два 869 по среднему спо и 868 по школе я спо и школу буду затрагивать вот но только совсем маленьким краем чтобы знать если у нас здесь присутствует представители именно средних школ то дайте знать я постараюсь я тогда это буду не мимоходом чуть-чуть подробнее совсем кратко вот про эти показатели думаю что вы это будете изучать самостоятельно и отдельно он на три блока делится вот первое это собственно сама аккредитационная экспертиза для высшего образования вот и здесь я буду останавливаться только на таких пунктах которые для нас имеет ключевое значение вот средний балл егэ вступительных экзаменов понятно наличие электронной информационно-образовательной среды вот собственно единственный такой момент который касается нас цифровой всей истории за него присуждается 10 баллов если она вообще имеется что под ней подразумевается мы с вами к этому еще вернемся излагается в основном во госах дальше это критерии которые связаны с педагогическим составом имеющему учебную степень участвующие в производстве работодателях ну и наконец блок касающийся доли обучающихся выполнивших от 70 и более заданий диагностической работы из фонда оценочных средств организации и вы видите что из всего набора баллов надо набрать определенное количество при аккредитационной экспертизе 90 баллов и вот 75 баллов приходится на то если вот именно этот пункт удалось выполнить на 65 процентов и более если меньше то это 40 если меньше 54 получается то считайте что нет шансов получить аккредитацию вот и вот здесь уже прозвучало понятие которое будет очень нам важно фонд оценочных средств организации а следующий пункт наличие внутренней системы оценки качества образования вот это вот новые понятия которые нам с вами придется осваивать вот за такое наличие присуждается 10 баллов понятно когда аккредитируется программа то это максимальное такое исследование со стороны росаккредит агентства а дальше если аккредитацию получили бессрочные уже теперь начинается аккредитационный мониторинг то есть вы даже практически ничего не сдаете а кред агентство снимает у вас текущую информацию и если вы вписываетесь вот этими баллами в нормальный ход процесса то ничто вас не беспокоит если не вписались то будет третий этап приходит рособрнадзор и начинает уже проверять вот ну а аккредитационный мониторинг он опять-таки основывается видите на среднем бале агег на наличие электронной информационно-образовательной среды и тоже 10 баллов и добавляется уже такие критерии результативности оценки качества обучения доля обучающих успешно закончивших обучение по образовательной программе доля выпускников которые там выполнили целевое обучение по студентам да и пока разумеется по ппс доля научно-технических работников с степенями доля работников от работодателей тоже что и было наличие ну и опять появляется наличие внутренней системы оценки качества образования появляется также доля выпускников трудоустроившихся вот в итоге надо собрать 70 баллов вот здесь как вы видите меньше вот акцент на именно качество обучения как как учатся студенты но это вот как бы на этом этапе меряется температура если все все вот выписываетесь все нормально 70 баллов там все время получаете то движетесь дальше если проблемы то вступает в действие третий аспект это уже включается федеральные органы контроля надзора рособранадзор и он уже делает проверку и проверяет еще одни аккредитационные показатели их меньше но они уже совсем другие и первый ключевой доля обучающихся выполнивший от 70 и более заданий диагностические работы из фонда оценочных средств организации 75 баллов то есть практически полностью или 40 а также как было при аккредитации и второй критерий наличие внутренней системы оценки качества образования 10 баллов и все 60 баллов вот то есть по сути дела проверяют как учатся люди действительно опираясь на вот эту вот самую внутреннюю собственную вуза систему оценки качества вот такой общий порядок если будут здесь больше вопросы там в конце мы можем еще вернуться к этому вот пока давайте я бы хотел все таки как следует из нашего из нашей традиции вебинаров больше осмыслить посмотреть с высока со стороны на эту вещь почему так как она устроена вот и в данном случае вот мы с вами анализируем систему федерального государственного регулирования образования оно состоит из нескольких таких важных для нас на нас органов это министерство образования и науки для вузов для более низших этапов министерства просвещения да она у нас определяет нормативные рамки всей деятельности выпускает законы приказы и определяет контролирует содержание в госов образовательных стандартов для каждой специальности вот это его компетенция исполнительным его агентством является рособрнадзор осуществляющий надзор и контроль деятельности образовательных учреждений и 3 3 органа госаккредитация орган который вот пускает как бы на этот рынок или выпускает занимается лицензированием аттестации и аккредитации образовательных учреждений первую очередь конечно касается вот эта вся история гос деятельности госаккредитации не забудем что у нас еще есть один очень важный орган аттестационная высшая аттестационная комиссия который контролирует порядок присуждения научных степеней то есть на на ступень выше вот так примерно строится из таких серьезных органов из которых мы обсуждаем на сферу государственного контроля в сфере образования и хочу акцентировать что здесь обычно требуется с образовательных организаций соблюдение обязательных требований установленных законодательством образования выполнение всех законов и восстановления второе вы по соблюдении лицензионных требований к образовательной деятельности хоть и аккредитация лицензии становится бессрочная то есть на входе получается вот дальше она контролируется и если найдут что что-то не выполняется то мало не покажется вот соответственно соблюдение требований установленных федеральными государственными образовательными стандартами и требования к выполнению аккредитационных показателей вот собственно ради двух пунктов я поставил этот слайд потому что несмотря на то что вот мы сегодня как видели в аккредитационных показателях не присутствует в госы и по сути дела в мониторинге они не участвуют их там не проверяют это тоже надо понимать но они не исчезают то есть по другому все равно сводится и в конечном счете и проверяется соответствие в госов в образовательной деятельности вот это важно что новая аккредитация там пилит по новому но в госы как основа они остаются а вот теперь я хотел бы задаться вопросом а вообще собственно нужны зачем собственно нужны лицензирование аккредитация вот в общем то во многих странах таких органов и процессов нет особенно государственных федеральных так как у нас реализованы я думаю совершенно нет может быть в китае и там в таких странах вот тем не менее задачи очень понятные и принципе мы все солидаризируемся это прежде всего гарантии качества образования мы с вами еще свежие воспоминания и очень понятные представления когда дипломами торгуют когда очень легко сделать товар не имея образования мы все-таки как общество заинтересовано в высочайшем качестве а второе в стандарте этого качества стандарте знаний все таки плохо хорошо все должны стремиться к некой планки и вот задавая эту планку поднимается вся вся образовательная система это конечно хорошо но с другой стороны мы знаем всегда и функции ограничение стандарт и есть ограничение стандарт это некое прокрустовое ложе и вы вас уже всех шлепают по некой униформе да пусть даже это в области знаний но это тоже не всегда вот если говорить о стандарте которые негативной стороне как она может провернуться ну вот у нас был например стандарт гуманитарных знаний основанный на доктрине марксизма ленинизма да и все мы могли быть там уже или историки кпсс или вот те те дисциплины которые сугубо могли существовать только в рамках этой доктрины в общем мир там и не знал об этих предметах партийных и связанных с научным коммунизмом вот так что стандарт он может и завести там некий некоторый тупик вот но тем не менее в целом это хорошо ну и конечно нужна повседневная проверка деятельности образовательных организаций и того содержания который стоит за дипломом на работу каждый студент приходит с некоторым дипломом там и свидетельством и конечно хорошо когда работодатель уверен что действительно получил это образование а не филькину грамоту ну и последний момент который тоже в общем то положительно только можно оценить проверка содержания конкретных образовательных программ иначе мы можем назвать врачом там любого то очень важно понимать что стоит за знаниями врача что он получал эти определенные современные там нужные знания а не обы что вот в общем то это все таки благие цели и правильно должна существовать эта система но есть такая оборотная сторона которую я хотел бы обратить внимание когда за нас берет ответственность государство хотим мы или не хотим мы эту ответственность в какой-то мере себя снимаем и вот вопрос следующий а почему мы сами не отвечаем за качество даваемого нами образования мы конечно в принципе скажите отвечаем да мы все там стараемся вот но в данном случае ответственность действительно осуществляя контрольный надзор берет за себя государство мы немножко уже просто исполняем мы исполнители и то что это не само собой разумеющиеся вытекает хотя бы из истории университетов вы знаете что никогда и когда и возникали и когда развивались университеты никакое там государство не отвечало за него что он университет а не какая-то шарашкина контора каждый из университетов бравшись за это дело сам вкладывался обеспечивал и постепенно создавал вот этот вот бренд свой уровень оксфордский университет кембриджский университет никто ему не придавал эти рейтинги это именно те университеты команды которые боролись и конечно боролись за то чтобы это было настоящее качественное образование так что отсутствие государства органа государственного контроля не означает что система образования плохая нет есть и другой подход когда сами университеты отвечают за качество борется за качество и совершенно не хуже получается чем тогда когда это берет на себя государство второй момент который очень интересный вот в этих новых правилах аккредитации он завершает ну является развитием той того подхода который заложен нынешние поколения в гос о том что важно не сами знания как таковые а компетенции которые получают специалисты чтобы он был действительно специалистом а не просто носителем каких-то теоретических знаний ну опять таки правильный тезис и то как организована вот эта система она сейчас опирается аккредитирует образовательную программу что такое образовательная программа это комплекс дисциплин обеспечивающий получение специалистам нужных знаний а в переводе на нынешний язык обеспечивающий набор компетенций который требует в госфедеральный стандарт требует чтобы получил студенты специалисты вот и тут вот этот вот диалектика знаний и компетенций конечно она очень любопытный интерес потому что получение знаний это конечно еще не значит умение не значит что он что-то умеет получив не это наша основная проблема умение требует практического применения знаний а в университете в школе в обучении очень непросто его получить умение требует имплементации различных знаний в практический результат чтобы молодой человек был способен основываясь на своих знаниях представлениях суметь сделать дело и сделать это качественно профессионально привести это к результату он должен иметь адаптировать знания в той ситуации в которой он находится и должен найти решение то есть молодой сотрудник должен научиться решать задачи используя свои знания он должен действительно практически быть иметь практическую ценность для работодателя и мы знаем что без настоящей рабочей практики у работодателя этому практически невозможно научиться то есть компетенциям вот этим умением невозможно научиться когда ты обучаешься в этом проблема вообще обучение тысячи лет да человек учится а не работает ну как вот он может одновременно уже там научиться когда приходит к работодателю начинает осваивать решать одну за другой задачи вот это почти постепенно нарастает и появляется ценность и более высокая цена у такого сотрудника но конечно то чтобы в университете он уже все это умел это такая абсолютно утопическая цель хотя и совершенно понятные правильные все работодатели на это жалуются и признаюсь и мы тоже очень большая проблема что студенты ничего не умеют вот но даже при приеме на работу такого студента невозможно проверить умение эта проблема компетенции я считаю она очень глубокая ну да нужно чтобы он что-то умел но даже мы принимаем на работу но мы не можем его проверить по собеседованию по каким-то тестам проверить может только сама работа вот для этого дается испытательный срок очень часто его очень мало три месяца полгода это уже там примерно представляешь для человека действительно широким спектром задач понимаешь чего он стоит вот так что проверить компетенции это неуловимый критерий как их можно проверить я например не знаю но постановка вопроса и вообще задачи которые ставятся у нас в этой стратегии образовательные она верна тем не менее хотел бы немножко здесь на противоположность указать что это не само собой вот наш код рассуждений не само собой разумеющийся потому что есть подход и в истории он существовал когда совершенно другая иерархия ценностей строилась а те кто изучал древнюю Грецию историю мысли помнит понятие Аристотеля Платона который различал знания и умение практику умение под понятием техно техно от чего берет слово техника это в античном понимании как раз практические знания ремесленные что человек может делать руками что он может там извоять это статус мастерства статус ремесленника он хорош как бы но он самый низкий античном представлении это всего лишь практический уровень а вот более высокий когда человек поднимается над этим и переходит уровень эпистемы когда он уже понимает то что он делает когда у него появляется слой знания эпистемы и уже высочайший уровень когда он действительно полностью отрешается от вот этих вот практических деталей частности да и он понимает суть он переходит в пространство гнозиса идеи по-платоновски да высочайшего знания ученой науки теории вот и и вы видите что здесь иерархия абсолютно по-другому построена чем то о чем мы говорили с вашим с вами выше да от практических каких-то навыков к более высокой умственному статусу и наконец вот действительно к пониманию вещей к теории и это вот именно античная иерархия если вы задумаетесь она вложена вообще в структуру нашего университетского знания ученый он и есть вот тот человек который поднялся на техно и перешел в область эпистемы и гнозис вот и он намного выше конечно же вот этот статус ученого и теории намного выше чем практика и реальность вот это для такой вот исторической 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 дискуссии вот и тем не менее вот если раньше не так это было там очевидно то сейчас очевидно вот именно эта трансформация целей аккредитации и она конечно поведет за собой ряд изменений вашей работы для аккредитации до сих пор аккредитация вузов строилась на оценке условий осуществления обучения и среди них основное соответствие в гос и собственно проверялись раз два три вещи в общем проверялись как правило формальные показатели вот эти условия которые выражались бумажных форм в том числе книга обеспеченность наличие учебной литературы для дисциплины вот сейчас это этот подход коренным образом изменился насколько я понимаю все это мои интерпретации аккредитация осуществляется по оценке результатов учебного процесса совершенно проверяется другая вещь это долгая история насколько я помню ну давно эта дискуссия идет в москве министр образования калина и москва особенно в школе давно пыталась реализовать такой подход то есть оцениваем как учатся дети да они по бумажкам что там такие классы и так далее вот сейчас это переходит на всеобщий федеральный уровень все мы будем учиться именно так относиться к нашему вообще оценке качества образования вот и в принципе это должно сильно упростить жизнь университетов как заявляется регулятор то есть госакредагентство получает те же данные что и образовательная организация которая вырабатывает в ходе учебы то есть опирается на оценки мы с вами видели вот какие оценки там получаются вот эти вот базовые показатели для себя их и будут отслеживать и что происходит теперь надо будет вообще оценивать сам процесс оценки то есть государство оценивает как вы оцениваете знания да ваши вот средства ваши там экзамены и так далее то есть некая оценка оценки вот очень интересно как это будет ну и я сказал ну оценку оценки то есть проверить ваши экзамены это можно да а вот как проверить компетенцию студента но это мы посмотрим получится ли или нет у товарища что означает вот это изменение для электронно-библиотечных систем для библиотек очень много но вы знаете что мы никогда не делали ставку на аккредитацию но это всегда играло очень большую роль для выделения финансирования на информационные ресурсы и мы ее между собой называют называем галочка да и суть главное что вот для прохождения для получения галочки выделяется университетом средства которые мы осваиваем и вот как так экспертно можно оценить вот вес этой галочки в объеме рынка да мы считаем что это где-то около тридцати процентов то есть условно говоря тридцать процентов вот всех денег на учебную литературу идут не столько вот искренне от сердца для обеспечения учебного процесса сколько для того чтобы были решены проблемы с аккредитацией вот это немалые деньги по нашему нынешнему рынку это около трехсот миллионов рублей и вся эта история для нашего именно рынка может кончиться тем что из рынка может уйти эта сумма не говоря вот о всех этих вот внешних обстоятельствах которых мы сегодня живем и вообще ничего не можем прогнозировать вот но даже вот этот вот фактор а любые вот сложности во мне они все негативные факторы только усиливают вдвое то есть вот из рынка рынок может сжаться на такую большую сумму вот для нас галочка ЭБС до в гос 3 плюс означало обязательно условия аккредитации то есть в гос 3 в гос 3 плюс они так или иначе содержали вообще понятие электронно-библиотечная система вот в гос 3 плюс плюс вообще не содержит понятие ЭБС опять таки ну неприятный момент вместо нее сегодня в этих в госах последнего поколения осталось понятие информационно-образовательная среда а это уже гораздо более это не продукт как нас например это гораздо более расплывчатое понятие оно собственно ключевые его критерии содержатся во в гос и там написано о следующем что электронная информационно-образовательность всегда должна обеспечивать доступ к учебным планам рабочим программам и к учебным изданиям вот собственно единственно где издания появляются фиксацию хода образовательного процесса проведение всех видов занятий формирование электронного портфолио обучающегося взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством сети интернет вот но как вы видите практически все эти пункты указывают на функционал системы дистанционного обучения или LMS то есть это сервис SDO и практически нет упоминания ЭБС ЭБС само по себе конечно является элементом информационно образовательным следы притом одним из самых таких сложных и сущностных но формально они не очень очевидны особенно в той трактовке которая дана сегодня по документам ну и посмотрим как будет руководство университетов на это реагировать вот хочу подчеркнуть что тем не менее требование книгообеспеченности каждой дисциплины учебным пособием остается в том числе и для аккредитационных процессов но остается на втором плане вот во ВГОСах опираясь на ВГОСах вот а что же осталось значит я описал вкратце уже как происходит вот этот аккредитационный процесс да порядок аккредитации опирается на три плоскости первая аккредитационная экспертиза образовательной программы где оценивается и требуется качество обучения первая оценка и аккредитация образовательной программы происходит только когда тогда когда полный курс прошел все там четыре года бакалавриата проучились и вот они приходят и оценят качество образовательной программы второй пласт плоскость как я сказал это уже после аккредитации постоянный мониторинг при ну при нормальных показателях это практически само собой а вот при ухудшении сигналы направляется в рособранадзор и он приходит и уже проверяет что не так вот аккредитационный надзор производит рособранадзор проверяет проверку условий хода обучения ну собственно как по баллам мы видели как учатся студенты проверяется и как вот мы поняли из информации этот надзор будет проходить ориентировочно там раз в три года то есть он все равно я так понимаю в том или ином виде будет проходить причем если вот в первом и третьем ну обращаю внимание в первом и третьем пункте изучается не только качество учебы но и содержание образовательной программы то есть ее соответствие в ВУЗ вот на последнем последнем этапе когда включается рособранадзор он всегда будет проверять соответствие в ВУЗ и в этом смысле сохранять будет проверять контроль над качеством книгообеспеченности вот пункты 2 и 3 осуществляется поезд посредством выездных проверок ВУЗ вот то есть не только там по сайту ВУЗа но и выездные проверки особенно когда вот уже речь дошла до Рособранадзора вот ну в общем как я сказал ЭБС не исключается из системы проверок образовательной организации но отходит на второй план и конечно мы понимаем что огромные ресурсы госрегулятора вот это вот эксперты и так далее соответственно огромные ресурсы университета будут уходить на проверку и по сути дела дублирование процесса оценки результатов учебы то есть оцениваете проводите экзамены там тесты вы и проверяя это дублируют как бы еще раз оценивают результаты учебы эти органы госрегулирования вот так вот видится этот процесс и если вот обобщить из чего состоит состоят эти аккредитационные показатели я бы выделил здесь три показателя вот первый это оценка результатов обучения и как я сказал она является ключевой на последнем этапе оценка качества ППС количество кандидатов наук и так далее вот это второй такой блок показателей и третий это условия образовательного процесса здесь как раз наличие ИВС и системы оценки качества внутренней системы оценки качества и вот к этому понятию внутренней системы оценки качества мы переходим это как раз самое интересное я вам озвучивал в показателях появляется понятие фонд оценочных средств для оценки качества образования по образовательной программе вот для школы и СПО где проходится ВПР всероссийский здесь все организовано там на федеральном уровне существует разработан федеральный централизованный фонд оценочных средств здесь не школа никто там не участвует он уже существует а вот для университетов конечно его не создать для того огромного комплекса знаний и вот в этом случае этот фонд оценочных средств должен быть сформирован со самим ВУЗом и вот этот вопрос перед многими я так полагаю станет что такое фонд оценочных средств это система тестирования знаний она должна быть у каждого ВУЗа и определенным образом оформлена и вот эксперт когда он будет это оценить он по сути дела проводит проверку знаний студентов с помощью заданий из этого фонда и соответственно и оценивает также и сам уровень качества оценочных средств этого фонда соответственно по каждой образовательной программе по каждой дисциплине должен быть выверенный качественный комплект оценочных тестов при том что оцениваются не знания по дисциплине обращаю внимание а компетенции опираясь на знания дисциплине вот в общем такая вещь я предполагаю далеко не у каждого преподавателя и даже не у каждого ВУЗа имеется вот в той форме и здесь мы видим что возникает новая потребность и для ВУЗа и для преподавателя в чем первое в стандартизированном пакете проверочных средств да чтобы он был и оформлен определенным образом на определенном уровне качества второе что нужно адаптация стандарта под индивидуальный курс потому что ясно что каждый курс читается профессором там по-своему и не создашь таких тестов которые бы там для всех университетов подошли часто это различия очень существенные ну а третья потребность какие-то тестовые материалы и инновационные и сегодня имеется у всех но требуется доведение имеющегося пакета до уровня стандарта ну так назовем промышленного стандарта соответственно уровня качества здесь мы можем быть полезны ну вот еще два слайда касающиеся особенности аккредитации в школе поскольку времени совсем мало вообще не остановлюсь только обращу внимание школа очень интересно что здесь появилось аккредитационное требование наличие цифровых библиотек обеспечивающие доступ профессиональным базам данных информационным справочным и поисковым системам а также иным информационным ресурсам тоже дают 5 баллов вот до сих пор у школы никаких информационных ресурсов никак не проявлялось это наверное очень сильно сдерживало развитие в частности вот мы с профессиональными знаниями очень непросто нам работать со школой вот очень надеемся что с появлением вот этого требования оно очень похоже на то как звучит это все в ВУЗах как звучало раньше очень надеемся что ситуация изменится вот но при этом напомню что в ВУЗах сейчас уже это этого требования по аккредитационных показателям не звучит и СПО там свои своя конфигурация этих аккредитационных требований там тоже не звучит критерий цифровых библиотек но зато появляется то что есть у ВУЗов это наличие информационно-образовательной среды и наличие внутренней системы оценки качества образования то есть это такая смесь между школой и ВУЗом в общем вот такие основы ту информацию которую мы узнали в настоящий момент о новом порядке аккредитации для ВУЗов какие я вижу здесь последствия для практики работы ВУЗов ну во-первых мы видим в первую очередь что ослабнет ценность учебной книги книга никак в них не фигурирует как я сказал все очень опосредованно там на втором плане и соответственно роль книжного рынка для обеспечения университетских университетской среды тоже упадет упадет роль издательств в жизни университетов упадет роль АБИС то есть библиотечных систем ну и самой библиотеки мне кажется это все не усилит позиции библиотеки в ВУЗе вот второе сильно возрастет значение сайта организации и вообще обновление данных сайт организации становится как вот таким дневником в которых вот эти вот данные ключевые для аккредитации должны очень четко тоже стандартизированно поставляться если кто-то не поставляет то он сразу попадает на карандаш но это вот просто передача данных которая становится жизненно такая вот жизненно необходимая иначе будет плохо несколько повышается значение системы дистанционного образования СДО ну и скажем ИОС вот в этом виде поскольку контрольно-проверочный сегмент зданий это вообще-то часть СДО не ИВС как раз здесь дистанционной работы вот но очень самостоятельно и соответственно это вообще новый сегмент услуг вам кажется формирование фонда оценочных средств о нем я и хотел говорить дальше оценочные средства это в общем-то тесты привязанные к учебному курсу или учебнику преподавателя и разумеется созданные на его основе вот от этого мы и отталкиваемся и вот здесь есть и вход и место для ИБС отсюда начинается самое интересное также продолжая общие итоги мне кажется что для ведущих ВУЗов для которых аккредитация не имеет ключевого проблемы выживания это едва ли вообще станет проблемой то есть они и не заметят этого а вот для ВУЗов среднего звена для частных коммерческих ВУЗов это может предполагать дополнительную работу и потребовать усилий ну как я сказал формировать этот фонд доводить до какого-то красивого вида и так далее то есть дополнительная работа и вот чем можем помочь мы в общем-то многим и вот это сейчас я постараюсь кратко но емко изложить во-первых мы создаем комплексную систему тестирования на нашей ЭБС призванную служить основой внутренней системы оценки знаний ВУЗа вот и используя эту комплексную систему ВУЗ может решить вот эти проблемы которые обозначил второе вот те тесты любые которые будут фигурируют они конечно создаются на основе учебных пособий представленных ВБС университетской библиотеки онлайн то есть мы будем создавать вот эти тесты и это является продолжением нашей концепции учебник 2.0 о которых я рассказывал на вебинарах то есть учебник у нас современный учебник 2.0 он содержит должен содержать вот такие тесты второй момент который раньше практически не озвучивался каждое учебное пособие может быть снабжено развернутым тестом большим крупным тестом а вот на этой основе крупного теста формируется самостоятельная база данных тестовых вопросов из которых любой преподаватель может собирать и компилировать свои собственные тесты это у нас называется концепция песочницы то есть база данных из тестов вот но и в третьих в совокупности тесты образует комплексную систему тестирования которая она у нас как бы на все направления предназначена но вот ее можно адаптировать и применить каждому конкретному вузу сообразно с его образовательными программами на основе интеллектуальной системы книгообеспеченности вы помните если наша интеллектуальная система книгообеспеченности может быть применена вот к вашему конкретному вузу по тем дисциплинам которые у вас преподаются точно так же и тестовая система комплекс вот этот фонд оценочных зданий именно по тем образовательным программам которые преподаются у вас никаким другим и вот еще раз три вот эти три озвученных наших концепции они вообще и несут основной инновационный такой посыл к информационно-образовательной среде будущего как она должна выглядеть перспективы первое это наличие концепции песочницы вернее концепция песочницы это возможность использовать книжный контент так называемые кванты знаний для создания своих онлайн курсов то есть наш ЭБС как уже говорил разворачивается для того чтобы помогать преподавателю создавать свои собственные онлайн курсы концепция учебника 2.0 она отражает переход от учебника текста к учебнику курсу снабженному инновационным интерактивным контентом но прежде всего контрольно-проверочным тестовым заданием ну и наконец концепция интеллектуальной системы книгообеспеченности она прежде всего для ВУЗа для комплексного покрытия базовых информационных потребностей ВУЗа в учебном контенте вот то есть полностью закрывает проблему ВУЗа как целую вот эти три концепции это и есть основа нашей помощи в аккредитации ВУЗа по новым правилам и если вы будете это использовать я думаю что вам это очень понравится вам это очень облегчит вашу задачу ну и в финальной части я уже детально покажу аж как это все выглядит что такое песочница контента и вот этот создаваемый нашу нами комплексная система тестов песочница контента это вообще совершенно новый тип образовательной платформы новый подход к понятию электронной библиотечной системы почему песочница контента что у нас стоит концептуально за этим но так мы реагируем на масштабный переход от эпохи гегемонии книжного формата к эпохи цифрового формата то что уже сегодня происходит гегемония цифрового формата по моему всем очевидно в образовании это выражается в переходе к формам онлайн обучения и пандемия конечно очень сильно подстегнула все эти формы смешанные гибридные удаленные дистанционные как его не называй это все формы онлайн обучения каким оно будет будут ли там вообще использоваться книги все это на сегодня вопросы но важно и понятно что там будут онлайн курсы там будет видео формат там будет графический формат вот те вещи которые в книжном в эпоху книжного формата практически не участвовали в образовательном процессе и вот вопрос который все время стоит перед нами всеми будут ли онлайн курсы создавать издательства как раньше учебники или сами преподаватели мы идем по пути когда по второму ответу что это будут делать сами преподаватели хотя это сегодня вопрос нерешенный кто-то вот начинает создавать такие издательские онлайн курсы вот но я вот убежден что курсы на сегодня во всяком случае собирают это компилитивный формат каждый преподаватель способен в общем-то это сделать и делает это но у преподавателей нет лицензионного контента и по сути каждый сегодня каждый курс созданный онлайн курс это некое такое на границе тонкой линии стоит между правом и бесправим нарушением авторских прав вот мы ставим цель дать преподавателю эту возможность чтобы он собирал из лицензионного контента свои материалы для студентов теперь по поводу тестовой системы внутренней оценки знаний вот те кто внимательно глубоко работает с нашей системы знает что у нас давно уже есть тесты как мультимедийный формат вот сейчас они собираются эту комплексную тестовую систему и повышается как бы степень своего качества и как мы видим в цифровом формате обязательно должна быть интерактивная тестовая система это ядро любой образовательной платформы и вообще тестирование это ключевая функция знания знания пространства раньше это делал преподаватель вот если цифра если компьютер способен проверять знания то надо его конечно в этом использовать и мы видим вот эти егэ вся вот это движение около 20 лет нас накрывает ну это этому нельзя сопротивляться становить да наша задача придать этому качество а не какой-то формальный бессмысленный вид и искусственный интеллект я думаю здесь будет помогать очень сильно значит наша тестовая модель которая сегодня сформирована это около 150 тестов в ЭБС и библиошколе что она собой представляет ну во первых это полноценный комплекс тестов по учебному курсу или учебнику то есть по многим учебникам вы уже можете найти и использовать вот этот вот комплекс тестов второе еще раз повторяю песочница тестов с возможностью выбора разных там тестовых квантов и возможность интеграции во внешние системы ваши мудлы и другие системы дальше мы следим чтобы вот в нашей тестовой системе присутствовали все базовые типы тестов с интерактивным перемещением вообще с интерактивными возможностями ну и третье ой вернее четвертый принципиальный пункт возможность интеграции системы тестов ЭБС во внешние системы ВУЗа ВЛМС системы управления обучения и здесь существенное отличие от подходов других многих предложений то есть тесты можно создавать и использовать не только внутри нашей платформы а можно будет забирать на те платформы где вы создаете онлайн курсы в общем вот этим значит этой тестовой системы мы решаем две у нас две целевые аудитории во-первых преподаватели потому что тестовую песочницу и формирует и использует сам преподаватель мы сделаем возможность что независимо от того подписан не подписан ВУЗ он может работать конечно не бесплатно и создавать себе использовать вот эти наши кванты знаний а вторая целевой клиент сам ВУЗ ВУЗ может приобрести эту систему как ресурсную базу для своих онлайн курсов и внутренней системы оценки знаний и соответственно там уже свободно распоряжаться всем объемом знаний которые мы предоставляем вот мы для для в качестве совершенства эти системы создали личный кабинет для создания тестов преподавателей использования песочницы формирования своих тестов у нас добавились иллюстрации соответственно формулы все остальное в тесты и создается система интеграции в разные другие лмс вот это три технические задачи которые мы решаем в настоящий момент ну а чем все таки полезно преподавателю вот это песочнице как он и зачем ему использовать если в общем то у каждого преподавателя преподавателя раз он преподает должна быть уже своя свои тесты свои экзамены и это все вузы требуют это все ясно и тем не менее чем мы в данном случае полезны мы предоставляем ему готовый контент если он ну не творец но не все могут писать статьи учебники создавать контент да они может быть прекрасные воспитатели отличные преподаватели здесь немножко другие компетенции вот и он в этом случае спокойно может использовать готовый контент сделать отличнейшие тесты второй пункт я сказал мы предоставляем лицензионный контент для компиляции он уже дальше не является каким-то жуликом и не нарушает закон вот вы увидели даже в этой презентации в которой вообще нет иллюстрации я использовал одну герника да пикассо я нарушил авторские права тем самым вот меня можно просто наказать и каждый преподаватель просто там размещая иллюстрации а это сейчас требование времени он массово нарушает закон просто может здорово получить а я поскольку вуз предоставляет ему там платформу и онлайн площадку то здесь уже не только преподаватель виноват но и вуз и любой вуз как публику ну как организация которая по сути отвечает издает публикует делает доступным для этого открытого пространства он тоже может попасть под суд вот если так по жесткому вот так что этот момент лицензирования он еще он важен он никогда не пропадет третий момент мы предоставляем решение для новых программ потому что речь по аккредитации обычно идет как раз о новых да которые вуз решает принимает себя и здесь надо все заново создавать в том числе и тесты вот можно использовать уже готовые от нас ну и наконец мы помогаем поднять ступень качества потому что при переходе отличных материалов к контенту являющий элементом внутренней системы качества вуза это уже особое требование особая форма то есть здесь просто так из кармана не положишь то есть мы помогаем сделать это ну как бы промышленном качестве вот в общем и еще раз обращаю внимание вот так фонд оценки качества знаний который будет у каждого вуза по сути дела он экспертируется экспертами да и будет получать оценку если там очень слабые плохие задания неправильно составленные с ошибками не соответствует чему-то да то вуз рискует не получить аккредитацию вот соответственно чем мы полезны мы закрываем вопрос то есть галочку для вузов по белым пятнам там не профильным дисциплинам где вот нет качественной системы тестовой системы если нет комплексной системы по всей образовательной программе то мы можем ее предложить комплекс и наконец мы можем предложить комплекс именно на основе нашего программного обеспечения потому что программное обеспечение тоже никуда не денешься то есть моду но есть сложности там с ними тоже требования умения заполнять это все часто преподаватель не обладает такими компетенциями вот у нас это уже в программном обеспечении все что нужно для этого обеспечения дальше какие требования к системе оценки знаний напоминаю система оценки качества это часть информационно образовательной среды и из чего она стоит тестирование имеет разные форматы например входящее тестирование перед каждым предметом промежуточное тестирование экзаменные зачеты итоговое тестирование там госэкзамены ВКР и так далее вот я считаю мы то о чем мы говорим это то что касается вот дисциплин и текущих курсов второго пункта что необходимо для системы оценки знаний программное обеспечение как я сказал вот есть и свободное но можно использовать вот и наши решения комплексность полнота и репрезентативность вот это вот как раз касается качества системы оценки знаний и фонда вот над этим всем уверен придется поработать ну и учет индивидуальных особенностей преподавания каждой дисциплины в данном вузе вот все это вот мы пытаемся отразить и реализовать вот с учетом что опять-таки целевая проверка компетенции а не просто знаний дисциплины поэтому мы нашу тестовую систему все время будем модернизировать совершенствовать чтобы искусственный интеллект там работал чтобы все самые последние достижения а это очень технически емкое айти емкое вопросы здесь прогресс будет идти семимильными шагами и у нас уже есть революционные интересные решения и это теперь собственно покажу как это все выглядит тестовые задания по учебнику то что вы можете увидеть уже сегодня значит мы как я сказал 150 тестов уже реализованы и сейчас мы активно работаем над их расширением вот и соответственно приглашаем авторов со своими тестами причем на финансовой основе вы можете прийти со своим со своим учебником или если он у вас есть нашей системе сделать тесты вы можете прийти и без учебника и или поучаствовать мы оплачиваем такую работу на приглашаем для нее или там сделать его предложить для своего учебника учебник вместе с тестами вот и у нас сегодня есть уже страничка кто знает в сервисах мультимедия мультимедийный раздел и там раздел интерактивные тесты это каталог аналогичный учебному каталогу по дисциплинам да здесь все разбито расшито тесты по различным дисциплинам а вот на правой иллюстрации отображено что собой представляет тестовый комплекс как я сказал с привязкой к каждому разделу этот по сути дела сколько глав столько и тестовых блоков в нем вот как каждое тестовое задание представляет собой одну из форм тестовых заданий это одиночный множественный выбор соответствие и так далее около восьми форм тестовых заданий вот сам тест имеет три режима режим обучения просто для студентов да режим тестирования для проверки знаний и режим экзамена когда можно более-менее полноценный экзамен провести основываясь на наших тестах вот ну а самое главное что вот из этой всей базы можно взять любой вопросик любой элемент и использовать то что нужно для собственных курсов не обязательно пользоваться целым вот восемь типов статичных тестовых вопросов да и более сложные интерактивные формы вот и для этого мы в частности даем возможность интеграцию с Moodle то есть все тесты которые у нас доступны их можно конвертировать в формат gift и перебросить использовать уже на платформе Moodle вот но Moodle не единственная форма так что здесь мы будем смотреть чем пользуются преподаватели и вот работать над этими различными интеграциями вот разумеется тест можно создать самостоятельно с нуля в нашей EBS для этого у нас создан программа TestWriter и в личный кабинет автор входит и создает в веб-интерфейсе свои свои тестовые тестовые задания вот он может дополнять изображение ну и самое главное у нас включена оплата создания тестов мы можем или купить или подключить на royalty и если кто-то будет использовать ваши тесты то вы будете получать за это деньги вот если кто знает схему работы MESH Московской электронной школы вот там примерно так устроено преподаватели выкладывают свой контент а если он используется то они получают всякие там начисления вот у нас есть определенные требования кого заинтересует это по размеру тестовых заданий там не менее ста потом вот соотнесение с учебным курсом главными параграфами преимущество отдаем тем тестам по нашим издательским приоритетам всей ЭБС и ну тесты могут и не быть связаны с учебниками то есть просто самостоятельно существует но это особый случай вот с этим мы тоже работаем вот дальше функционал связанный с использованием банка вопросов песочницы вот он пока только разрабатывается ну и как я сказал смысл его понятен что можно будет компилировать использовать все эти тестовые кванты в свободном режиме вот третий блок связанный с книгой обеспеченности мы там это можем назвать уже тесты обеспеченностью по образовательной программе по сути дела так же как мы строили функционал книгообеспеченности для того чтобы каждая дисциплина была обеспечена учебником то же самое происходит для с целью чтобы каждая дисциплина была обеспечена тестом вот соответственно личный кабинет это дерево дисциплин под которые есть тесты вот и возможность для каждого вуза формировать свой комплекс УГС дисциплин оснащенных тестами если чего-то не хватает то дорабатывать там или дозагружать вот соответственно вот в этой системе книгообеспеченности можно найти имеющиеся тесты по всему УГСН вы видите на скриншоте различные УГСН выбираем математика бакалавриат и получаем комплекс дисциплин по которым существуют тесты и вот этот комплекс уже у вас имеется вот еще в одно еще места где появляются тесты сервисы проверить свою РПД но это по сути дела та же книгообеспеченность управления дисциплинами там где вы видите можете проверить свою дисциплину на учебные пособия точно так же и проверяется на наличие тестов или добавляются тесты вот ну и наконец тесты присутствуют конечно и на странице самой книги в описании книги библиографическом описании тесты к изданию да вы вот здесь открываете и можете переходить к самой тестовому блоку ну вот собственно кратенько я описал наши сервисы которые созданы и создаются да это еще задача которая активной фазе реализации реализации ну Росакрет агентство в принципе заявила что прежние аккредитации все никто заново не должен аккредитироваться они все действуют и по сути дела первый год это будет год адаптации это будет очень медленно все происходить и только новые программы будут аккредитироваться по этому новому подходу вот соответственно у нас с вами год для развития этой системы создание тех форм которые вам требуется ну и вообще формирование этого продукта ну что ж последние пять минут позвольте мне завершить еще очень важным ежегодным событием подведением итога рейтинга наиболее активных вузов при использовании ЭБС это давняя традиция когда мы подводим создаем свой рейтинг победителей в нем отмечаем победителей и поздравляем наградами вот в прошлом году мы тоже имели достаточно активный год но в пандемии вообще был всплеск использование ЭБС сейчас немножко там утихомиривается но все-таки рост по сравнению с допандемийной эпохой очевиден вот соответственно ЭБС становится все более значимой в жизни вузов и надеюсь наш рейтинг это отражает и имеет ценность значит мы используем довольно много показателей чтобы сформировать этот рейтинг но прежде всего активные пользователи объем использования книг ВБС объем использования поисковых запросов глубина прочитывания книги ну и даже средняя стоимость одной книги за год в общем чем активнее вуз пользуется тем во всех планах у него выше шансы и вот как выглядит этот рейтинг из 20 ведущих вузов в этом году в этом году впервые первое место занял Уральский федеральный университет имени Ельцина вот поздравляем коллег ну это действительно очень уважаемый вуз звезда нашего образовательного пространства ну и вот их использование электронных книг у них много очень ИБС ну даже и в нашей они обогнали других в общем молодцы второй победитель серебром Кубанский государственный университет это один из самых сильных вузов в наших рейтингах традиционно он почти не вылезает из первой тройки и не раз завоевывал первое место вот немножко сегодня его отодвинули ну и Башкирский государственный университет тоже вуз с очень высоким уровнем качества обучения и тоже постоянный участник на нашей вот топ топ-двадцатки вот тоже уже был призером вот в общем если вы посмотрите все эти двадцать увидите что многие из них уже из года в год меняются только места выше ниже но вот этот вот топ действительно сформировался но тем не менее есть и те кто ну во всяком случае движутся в этом рейтинге вот Ивановский государственный университет вошел первый а так очень многие те кто вверху это их новые достижения ну отмечу университет синергия тоже огромные показатели дает по статистике единственный частный коммерческий вуз в этой двадцатке вот а здесь вы можете судить о качестве и количестве использования контента вот и в этот раз я ну это по тройке лидеров я как раз распределил по показателям сравнивая преподаватели и студенты очень интересная статистика в общем то мы делаем ставку всегда на преподавателя потому что он приводит студента в ЭБС но вы можете увидеть какой разрыв все таки студенчество является абсолютным выгодоприобретателем ЭБС вот если даже вот уральского федерального количество преподавателей которые там зарегистрированы работают в системе тысяча то количество студентов тридцать тысяч вот авторизации при этом преподаватели вы видите ниже чем регистрации пятьсот а студентов двадцать четыре тысячи практически все они там вот ну и книга выдачи можете судить тысяча сто книг вы выдано преподавателям и тридцать четыре тысячи то есть тридцать раз больше студентам то есть такая ну пропорция показывает что сопоставимо пользуется и преподаватель и студент то есть студенты не меньше читают книг профессиональных чем преподаватель ну во всяком случае для меня это небольшой сюрприз так ну при этом вот все таки если смотрим соотношение сколько просмотрено книг преподавателям там четыреста под пятьсот да студентами восемь с половиной тысяч при том что книга выдачи тридцать четыре тысячи то есть книг конечно в пропорции гораздо меньше это в основном учебники одни и те же к ним обращаются студенты вот но тем не менее тоже внушительная для вуза десять тысяч книг уникальных неповторяющихся используется в одном только университете так ну вот и балл которые получили вузы вы видите вот шесть шесть и семь это победитель и дальше вот чуть чуть меньше у второго и третьего места но остальными можете тоже ознакомиться глубина чтений преподавателей студенты это где-то двадцать процентов от книги в реальности читаются ну в среднем то есть книги не читаются целиком вот при этом глубина чтения вот глубина глубина чтения показывает сколько процентов книги прочитано обычно так вот еще обращу внимание на поисковое соотношение да 150 поисков у преподавателей и десять тысяч поисков у студентов вот здесь получается что преподаватели как бы излишне пассивны ну собственно вот у башкирского вуза уже конечно не такая не такое соотношение но тем не менее видно что студенты гораздо более широком спектре используют ЭБС и ищет и видно там для своих студенческих и дипломных работ больше используют больше спектр литературы вот скачены pdf то есть для такой более углубленной работы ну и закладок тоже обратите внимание девяносто шесть закладок то есть 100 закладок у преподавателей то есть не часто они этот сервис а это все таки работа с книгой да и полторы тысячи то есть десятки сотни раз выше у студентов вот ну вот такие вот особенности использования различий между студентами и преподавателями тоже для характеристики нашего учебного процесса ну а вот плеяда вузов победителей прошлых лет видите с двенадцатого года в этом году будет уже десять лет как мы ведем этот рейтинг и здесь появляется совершенно разные но знакомые нам лица вот я считаю это цвет российской образовательной образовательного университетского пространства ну что ж дорогие друзья на этом мы закончили довольно я тут подзадержался как как всегда закончили обсуждение так как количество авторизации может быть больше общего количества ну да больше не может ну просто вот получается что их там заметно меньше а хотелось бы чтоб каждый пользовался так суммировали вы страницы просмотренные студентами ну да сейчас покажу вернусь вот они ну я просто книга книга выдача очень похожа на просмотр страницы но объем вы видите колоссальный вот 27 тысяч преподавателей посмотрели и шесть миллионов не шестьсот двадцать восемь тысяч это вот у екатеринбурга а вот кубанские миллион двести студенты то есть там студенты молодцы так почему по всем показателям кубанский занимает первое место в результате у него второе место но тут это же рейтинг он не алгебры не не простой арифметики во первых у нас очень много показателей но я вам ключевые перечислил здесь вы видели я выделил буквально несколько даже вот у нас есть показатели по ключевому пользователю то есть когда из вуза пользуются показатели научных сотрудников то есть очень не просто все все показатели вывести потом по мультимедиа я не показал по использованию сервиса в общем по совокупности ну так вот считает наш алгоритм наша программа по совокупности параметров все-таки да первое место оказалось у Китеринбурга ну там и ценовые факторы играют то есть это вот работа алгоритмов но вообще кубанский там практически на какие-то доли балла отстает так что они молодцы так еще раз башкирском ГУ количество ППС 1700 авторизации более двух с половиной тысяч так вот какие у нас внимательные аналитики так по авторизациям башкирского авторизации преподавателя да ну значит вот здесь несколько раз ну опять же мы видим что пользователей реальных намного меньше чем преподаватели самих там преподавателей по спичному составу и уже вот они создают статистику по авторизации вот вот здесь еще показатели видите преподавателей с большой статистикой их намного меньше чем вообще вот их там сотни две сотни и они своей активностью там перебивают другие где больше скажем преподавателей но меньше их активность вот ну значит да следующая авторизация будет считаться новым вот в целом конечно невысокие показатели если так руку на сердце положить да количественно более-менее внушительные цифры особенно по всем вузам но если взять каждый вуз даже лидеров но это показатели которые не вызывают там большого восторга вот в общем то можно расти еще во много-много раз в том числе преподаватели ну такая такой вот порядок использования преподавателей видно менее активно они знают какие книги менее активно идут систему а вот студентам им надо конечно читать готовиться к экзамену но в этом плане они гораздо больше статистику в то же время вот мы рассчитываем что с научной литературой как раз преподаватели должны больше работать а вот этого не очень видно вот ну что ж коллеги попрошу да и тем более когда у вас несколько ЭБС это все разбивается вот ну вот в этих ЭБС которых которые у нас лидеры мы так понимаем что мы на первом месте мы более активно используем то есть вузы в которых другие ЭБС является более базовыми основанными там литература присутствует так что конечно это все не отражает полную картину страны это отражает именно наших подписчиков но у нас все таки их практически 50 процентов в том или ином вуде 50 процентов всех вузов страны так так как тогда считать посещение ну вот авторизация это и есть посещение да авторизация это и есть посещение вот ну что ж коллеги если вопросы тут будут то вы обращайтесь и мы можем вообще более подробную у нас было в свое время вебинар где статистика детально там по разным разным параметрам целый вебинар был этому посвящен вот ну просто это большая работа вот мы не каждый год проводим уральском не все и не и по разу авторизации да не все не все авторизовались те кто работает они несколько раз авторизовались а большая масса вообще не авторизовалась вот ну что ж коллеги я пожелаю вам нам нам всем мирного неба над головой чтобы все было хорошо чтобы жизнь продолжалась ну и то о чем мы говорили это было актуально нам чтобы мы занимались этими вопросами а не какими-то другими благодарю всех за внимание и хорошего вам дня и времени до свидания до свидания